Важной разновидностью формальных логических ошибок является нарушение логических законов и в первую очередь нарушение закона тождества. Данная ошибка нарушает фундаментальный логический принцип, согласно которому все понятия должны в ходе рассуждения сохранять свои значения. Например, мы строим такой силогизм. Лисицы имеют норы. Евангелие от Луки, 9 глава, 57-58 стих. Иротонтипа – лисица. Евангелие от Луки, 13 глава, 31-32 стих. Следовательно, Иротонтипа имеет нору. Если в первой посылке понятие лисицы имеет буквальное значение, то во второй слово лисица употреблено иносказательно. В ближневосточной культуре новозаветного периода эпитет лиса означал коварного человека, не имеющего реального влияния, но подло действующего из-под тяжка. То есть сегодня бы мы в этом случае сравнили бы его с шакалом. Именно таким был четвертовластник, вероломно убивший Иоанна Крестителя и, согласно утверждениям некоторых фарисеев, желавший убить Иисуса. Конечно, можно было бы и слово «нара» понимать фигурально, говоря о дворце Ирода как надежном укрытии. Тогда вывод этого умозаключения уже вроде бы как и не был бы ошибочным, но из этих посылок он все равно не следует. Далее ошибкой является нарушение закона непротиворечия. Закон этот утверждает, что одно и то же утверждение не может быть и истинным, и ложным в то же самое время, таким же точным образом и абсолютно в таком же отношении. Ну, например, я не могу быть и отцом, и сыном в то же время по отношению к тому же человеку и в том же самом смысле. Но с другой стороны, человек может быть и отцом, и сыном в разное время, или по отношению к разным людям, или же в различном смысле. Например, верующий сын, приведший своего биологического отца к Богу, может быть его духовным отцом. Этот закон самоочевиден. Возьмись мы его отрицать, мы станем утверждать, что само отрицание это является истинным, а не и истинным, и ложным одновременно. Любые утверждения, нарушающие закон непротиворечия, истинными не могут быть в принципе. Это так называемое самоопровергаемое суждение. Они отрицают собственную же истинность. И когда ваш оппонент выдвигает подобные утверждения в качестве аргумента, очень важно уметь распознать и вскрывать их противоречивую сущность. Приведем несколько примеров. Объективной истины не существует. Наверняка вам доводилось сталкиваться с подобным утверждением, как минимум в форме знаменитого риторического вопроса Понтия Пилата, что есть истина. Но позвольте, если объективной истины не существует, то есть само это утверждение не истина. Это всего лишь субъективное суждение. И следовательно, в соответствии с законом непротиворечивости, оно ложно. Оно само себя убивает. Равно как его более толерантная формулировка «всякая истина относительно». Следовательно, это утверждение точно так же относительно. Ничего нельзя знать наверняка. Это утверждение не столько категорично, как предыдущее. Оно якобы ставит под вопрос не само существование истины, а нашу способность познавать ее. Но, по сути, от предыдущего оно мало чем отличается. Наверняка ли мы знаем, что ничего не можем знать наверняка? Если да, значит, как минимум этого можем знать наверняка. И тогда данное утверждение ложно. Если же нет, то и в истинности данного утверждения нам следует усомниться. Как ни крути, но это утверждение само указывает на собственную несостоятельность. Ну или такое высказывание. Достоверны только логически обоснованные или экспериментально проверенные сведения. Казалось бы, это утверждение радикально отличается от предыдущих, поскольку формулируется не в положительных, а в отрицательных понятиях и утверждает возможность получения достоверных сведений. Однако такой подход пытается свести всякое познание лишь к рациональному либо опытному способу познания, отвергая возможность откровения, озарения или интуиции. Тем не менее, само утверждение никем не было ни логически обосновано, ни экспериментально проверено, а потому, согласно выдвигаемому им же самим критерию, оно недостоверно. Ну или такое высказывание. Нравственных норм нет. Данное утверждение не что иное, как весьма жесткая нравственная норма, которую пытаются нам навязать сторонники этического релятивизма. Но если нравственных норм нет, то почему мы должны следовать этой норме, а не жить в соответствии с собственными представлениями о нравственности, имеющим куда более надежные основания. В любом случае, у того, кто объявляет, что мораль – это дело личных предпочтений, можете смело забирать. И смартфоны, и кошелек, и компьютер, машину, дом, все что угодно. Он утратил право возмущаться по этому поводу. Пусть благорит, что у него не забирают жизнь. Наконец, такое утверждение. Я лгу. Это наиболее известное и самое короткое из самопровергаемых высказываний. Оно популярно со времен античной схоластики, софистики. Истина – это утверждение или ложное? Если оно истинно, то оно утверждает собственную ложность. Если оно ложное, оно соответствует его содержанию, следует ли оно истинно. Таким образом, оно несостоятельно уже по своей природе. В древние времена это высказывание, называемое «софизм лжеца», было классическим школьным примером, известным каждому. Апостол Павел, будучи хорошо знаком с подобной логической ловушкой, использует ее до принесения доли иронии в своей инструкции Титу о трудностях, которым ученику придется столкнуться благовествами на Крите. Крайне нелестное и, как бы мы сегодня сказали, неполиткорректное высказывание о критчанах, древнегреческого поэта Эпименида, жившего около 600 года н.э., Павел предваряет тонким замечаниям. Из них же один стихотворец сказал. Послание к Титу, 1 глава, 12 стих. И это преобразует всю фразу в специфическую форму популярного логического парадокса. Критянин лгут, сказал один критянин. Но позвольте, если этот критянин солгал, то он сказал правду, а если он сказал правду, значит солгал. В обоих случаях это высказывание содержит внутреннее противоречие. Далее логическая ошибка будет нарушение закона исключения третьего. Поскольку согласно этому закону ложность какого-либо высказывания означает истинность противоположного ему. Утверждение иного логически несостоятельно. Так, если на основании законов и явлений физического мира, такие как второе начало термодинамики, фоновое и космическое излучение, мы можем заключить, что Вселенная имела начало, то утверждение, что Вселенная вечно, автоматически оказывается ложным.